Всем привет! Меня зовут Ильнесса. В этом влоге я хочу вам показать наше будние, немножко до цинистской кухни, покажу вам свои новинки. В общем, кому же это все интересно, открывайте, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В Тунисе после дождя люди собирают улитки и продают их живыми. В течение 3 дней они находятся в специальной посуде с мукой, которую улитки кушают. Мука очищает их тело и органы от травы. Затем их варят и делают суп. Кушают только верхнюю часть улитки, голову и середину, используя при этом зубочистку. Говорят, что это очень вкусно, но я сама не отважилась попробовать это блюдо. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь я вам хотела бы показать новинки моих тканей. Если честно, настолько удивительно, что все у меня здесь черное. Сейчас расскажу, что буду шить под каждую ткань. Смотрите, вот это у меня идет еврофатин черного цвета. Из него я буду шить юбочку. Подкладка у меня будет атлас. И наверх юбки я точно так же хочу нашить вот такие вот белые цветочки. Как я шила бордовую юбку, практически сделаю аналогичную. Буду делать мастер-класс по пошиву, как я шью фатиновые юбки. Ранее я уже все продумала, что будут белые туфельки, белые колготки, поэтому в качестве декора я купила вот такие вот белые цветы. Упаковывают они вот так вот все в бумажку. Вот так вот все. Если честно, так немножко необычно. Вот это вот у меня идет кашкарсе. Здесь ее у меня 50 сантиметров. Я предпочитаю покупать как ткань вот эту кашкарсе, но и отрезать сколько мне надо. Потому что так удобнее, выгоднее. Остатки можно куда-то будет потом тоже употребить. Я буду делать мужу шорты, и получается вот такой вот шнурок буду вставлять в шорты. Если вы видели, я шила вот такое вот белое кружево, белый свадебный топ, и там очень много было всяких расцветок, и я выбрала себе вот такую вот черную. И под низ я буду употреблять атласную подкладку. Этого кружева у меня полтора метра. Сейчас ставлю картинку, что я хочу шить. Это будет обычная юбочка, прямого, классического прямого силуэта, с резинкой, маленький объем. Поэтому я сюда, наверное, поставлю замок молнию. Я ее просто обожаю. Она скрывает всякие недостатки. Обрабатывать швы я буду атласной косой бейкой. Так как у меня подкладка идет атлас, я решила обрабатывать атласом все швы. На свадебном топе я все обрабатывала хэбэ тесемкой. Хэбэ очень удобно работать, нежели с атласной. Но красота требует жертв, поэтому буду немножко мучиться обрабатывать вот такой вот косой бейкой. Из этой вот подкладки я купила 2 метра. И из остатка я хочу сшить белевой топ, либо шортики. Ну, не знаю, на что, сколько хватит мне. Также для своей свекрови я буду сшить как кардиган накидку. Здесь вот идет как тонкая замша. Ну, очень она тоненькая. Мне, конечно, нравится качество плотнее. Вот, буду сшить вот такую вот накидку. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. Всем хорошего настроения и всем пока-пока!